Запустим на плоском столе крышку от кастрюли и пронаблюдаем за ее движением. Она вращается и постукивает по столу все чаще и чаще, а потом внезапно останавливается. Чтобы проследить за этим необычным движением, прикрепим к крышке вертикальную ось. Теперь хорошо видно, что конец оси описывает окружности все меньшего и меньшего радиуса с большей и большей частотой. Ось крышки при ее вращении заметает поверхность конуса. Такое движение в механике называется прецессией. На крышку действует сила тяжести, вращающий момент, который стремится уронить крышку на стол. Почему же она не падает? Причина заключается в прецессии крышки. Мысленно сосредоточим массу крышки в четырех точках на ее ободе. Масса, находящаяся в верхней точке, меняет свое движение с направления вверх на направление вниз. Значит, ее ускорение направлено вниз. По второму закону Ньютона это означает, что со стороны обода на эту массу действует сила, направленная вниз. По третьему закону Ньютона на обод со стороны этой массы действует равное повеличение сила, направленная вверх. Эта сила создает вращающий момент, не дающий крышке упасть. Теория предсказывает, что частота прецессии крышки обратно пропорциональна квадратному корню из синуса угла ее наклона. Чем меньше угол наклона, тем быстрее должна идти прецессия. Запустим крышку еще раз и заснимем ее движение на скоростную камеру. Обработав этот материал, посмотрим, как связаны между собой синус угла наклона и частота прецессии крышки. Вот график, связывающий эти две величины между собой. Синус угла наклона постепенно уменьшался, а частота прецессии увеличивалась. Результаты нашего эксперимента хорошо ложатся на теоретическую кривую. Остановка диска очевидным образом происходит из-за потерь энергии на трение. Естественно предположить, что за каждый оборот прецессии теряется одна и та же порция энергии. Поэтому за каждый оборот диск должен опускаться на один и тот же угол. И точка касания делает конечное число оборотов. Вот график, показывающий, как синус угла наклона убывает по мере увеличения оборотов. И опять экспериментальный результат достаточно хорошо согласуется с предсказаниями теории. Мы уже выяснили, что частота прецессии диска растет до бесконечности. А это означает, что скорость точки касания в идеальном случае тоже стремится к бесконечности. Но как такое может быть? Не противоречит ли это фундаментальным законам физики? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Спасибо. 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 Спасибо.